привет всем кто зашел на мой канал недавно на прямом эфире моя зрительница попросила меня показать свою косметику несмотря на то что моя косметика в основном из китая с озона с подобных магазинов и маркетплейсов оказалось что все равно интересно как развлекательное видео и первое что хочу показать вот такие тональные основы тональные крема вот например вот этот от пупа использую уже не первый раз 20 оттенок покупал на озон я не знаю нужно ли показывать как они выглядят вот смотрите он средней плотности перекрытие у него ну не знаю смотря как наносить да наверное если много нанести нанести вот как я сейчас конечно перекрытие хорошее но я его использую наношу его точнее спонжиком влажным поэтому он не такой плотный получается но и соответственно перекрытие не такое хорошее ну естественно кожа на лице на руке отличается поэтому на коже нет такого не знаю перехода большого что от души так намазала я тут салфетки себе приготовила ничего я первый раз такое видео снимаю буду учиться показываю все как есть у меня не идеально у кого идеально замечательно я за вас рада но я все как есть вот так вот этот тональный крем это у нас чистая линия биби крем 10 в одном спф 10 пасмурную погоду мне кажется его классно наносить по крайней мере я вот когда мне не нужен плотный тональный крем вот использую его вот сейчас он наносится так будто бы обильно да но на самом деле он такой жиденький я его тоже вот спонжиком влажным разношу вот видите он вот не знаю он совсем не впитывается вот он так лежит на коже и если его спонжиком не растушевать он вот так и останется его по-другому никак а когда спонжиком его разносишь он все то есть его не остается на коже не знаю для чего такой крем но на то он наверное биби крем что он такой легенький взяла я его сразу два штуки потому что он стоил около 100 рублей поэтому решила взять два ну и дальше сразу давайте вот так отодвину дальше думаю показывать пудры румяна не знаю кто они скульпторы есть у него такая палеточка большая так кому вот эта информация что-то дает читайте но мне интересно именно что внутри внутри несколько таких отделений пудра и что это пишите я не разбираюсь я не супер бьюти блогер как есть показываю не знаю для меня скульпторы наверное ну пудра обычная пудра пудра как пудра и вот такие корректоры скульпторы чаще всего я использую вот этот и вот этот тут же могу показать вот такой смыть он вообще без крышки крышка где-то потерялась при переезде так же вот кому вот эта информация имеет значение читайте он мне кажется сильно желтит я его раньше часто использовала видно что прям такой затертый но сейчас больше отдаю предпочтение вот этой палетке вот это отошла на второй план конечно ее вот тоже нужно использовать поскольку эти продукты сухие я тут наверное у многих вышел срок годности я даже не знаю но из-за того что сухие продукты я за этими не слежу ну вот тут после вскрытия 24 месяца 24 месяца точно прошло так вот руку мне попались в такие вот румяшки подождите у меня пальцы закончились ну вот эти вот румяшки прям такие яркие хорошие а вот эти более нежные я бы сказал так растушевываешь и они такие легенькие как камера фокусируется на картину любуемся картине значит вот этой палеточка я достаточно часто тоже пользуюсь мне нравится тут все затерлась но вот можете прочитать если видно вот так вроде бы видно еще есть у него такая пудра от его мозаик она уже почти заканчивается надо уже ее до конца доиспользовать и отпустить ее ну просто как обычная пудра никакого особо цвета нет вот второй оттенок вот ну и последняя из пудр у меня вот такая вот баночка заказывала на озон это энзимная пудра правильно энзимная она называется первый оттенок вот как-то даже попробовала пуховочкой вот это наносить пуховочка мне не понравилось не удобно ей наносить рассыпчатая вот такая очень многое нанесла ну знаете ли первый раз снимаю такие видео поэтому косяки есть не идеально так и назову не идеальный обзор косметики так с руки все стерло и переходим мы наверное к теням тени начну показать от самых стареньких к новеньким вот такая у меня старенькая старенькая палетка ей уже лет пять может четыре дарила мне мама Андрею вот такая очень много здесь оттенков ну вот тут видно что вот этим я часто пользуюсь ну давайте наверное все нанесу мне удобно и чтоб вы видели и наносить ну какая красивая желтый какой-то так это вот верхний ряд ну я их правда не по порядку нанесла сейчас будем исправляться сейчас будет по порядку я их видите в другую сторону нанесла здесь они у меня идут вот так да а тут я их в другую сторону нанесла так второй ряд опять не в ту сторону будет ну ладно прям хорошо пигментировано вот эти вот такие нежные вот видите я ими как раз и пользовалась не видно вам набираю тут вот эти сейчас набрала вот второй ряд второй ряд но наоборот теперь давайте перейдем к третьему ряду так смотрите какой тоже блестяшка такая вот этот сыпется блёсточки но он плешивит я его пробовала наносить на глаза но он плешивит его вот если только пальчиком надо вбивать вот так вот этот очень красивый яркий но смотрю наслаиваются не все вот смотрите третий ряд так вытерла и давайте к четвертому ряду вот этот тоже такой рассыпчатый блестки тоже вот когда наслаиваешь не плешивит а так прям сильно плешивит вот стёртый ряд вот такая палеточка давно она у меня уже следующую палетку показывал вот она у меня меньше года у меня долго было всего одна палетка теней появилась вот такая показать господи вот так она выглядит вот что тут написано читайте разбирайтесь так здесь мы можем прочитать что стоило 299 рублей вот такие тут цвета оттенки у меня сейчас пальцы все в блестках Шестого пальца нет. Нет. Тут вот все оттенки по порядку. Вот этот красиво прям смотрится, да? Так, ну а следующим трем палеткам меньше трех месяцев, наверное, они у меня. Вот так выглядит первая. Порез. Тени для век и бровей написано. Бровей. А, ну да, вот. Для бровей. Когда я начала краситься для видео, макияжи разные, яркие делать, мне понравилось вот это вот прям, посмотрите, это восторг. Это восторг. Не знаю, это обожаемый оттенок или что это не оттенок, это что-то прекрасное. Прям серебро. Оно еще такое маслянистое, прям хорошее. Не знаю. Вся бы вымазалась в эти блестки. Вот такие ярко-желтенькие, хороший желтый, наслаивается. Вот, смотрите. Потом такой вот, не знаю, какой это вы назовете. Вот какой-то не просто зеленый. Он блестит. Ну и не фисташковый. Не знаю, я бы назвала фисташковым. А вы бы как его назвали? Вот этот вот. Красивые оттенки. Следующий ряд. Тоже смотрите, какой красивый. Красота. Потом оранжевый. Яркий, просто насыщенный с одного раза. Зелененький. И вот эти блестки зеленые. Ну вот они пришивят. Они не такие вот, как вот эти. Они другие. Эти мелкие, вот эти более крупные. Ой, думаю, что упало. Вот эти вот мелкие. Тут прям такой крупный помол. И они масляные. Прям хорошо ложатся. А вот в эти. Не знаю, может их тоже с каким-нибудь. Ну, с базой под тень или с чем-то. Ну, вот если пальцем, то можно наслыть. И так растушевывать. Если чуть-чуть, то все, они пришивят сразу. Вот. Ну, красота. И вот для бровей. Так. И... И ждем, пока я пальцы вытру. И вот так вот. Вот. А этот для бровей вообще что-то не видно. Ну, этот прям для каких-то светлых-светлых блондиночек. Вот. Ну, этот, конечно, больше для бровей подходит. Вот такая палеточка. Мне нравится. Особенно из-за вот этого. Ну, из-за вот этого. Прекрасно. Смотрите. Вот пытаюсь отмыть. Видите, какие они крупненькие такие. хоть один мойся. Вот такая. Они одинаковые. Ну, вот оттенки разные. Вот. Смотрите. Этот 0,2. А этот 0,3. Так. Ну, и давайте. просто нежно-нежно-розовенькая. Ой, этот прям такой масляный. Ой, блестки снова. от которых я потом отмыться не могу. Это вот первый ряд. И давайте второй. Так. Ой, какой красивый. Вот этот мне очень нравится. Вот эти вот масляные, они очень классные. Вот эти вот блесток тоже. Ой, это вообще красота, слушайте. Смотрите. Тут прям со звездочками. Смотрите. Ой, посыпался. Видели? Вот этот красавчик. Ну, и тут тоже вот якобы для бровей. Вот. Вот. Хорошая тоже палеточка. Мне нравится. Тут нее спонжики. Ну, и еще одна палеточка. Тоже форез. 0,4. 0,2. 0,3. А 0,4. Вот почему-то вот такая. А, они разные. Поняла. Все, поняла почему. Так. Такие оттеночки. Смотрите. Красивый. Так. Желтый. Вот этот вообще золотой, будто бы. зеленый. Зеленый. Он вот отличается от вот этих зеленых. Разные. И вот этот зеленый. Красота. Ну, прям красота. Так. Ну, и вот такая маленькая шайбочка есть. Тут у нас что это? Хайлайтер? Не знаю. Плестит. Значит, хайлайтер, да? Ну, вот такие вот тенюшечки серенькие. Так. Вот такие черные тени. Они не очень красят. Я, наверное, совсем тихо говорю уже. Они не очень черные красят. Они у меня очень давно. Тут вот с другой стороны. Тоже вот такой вот спонжик. Вот видите, даже не красилось. Ой, зеркальце тут есть. Вот. Давно они у меня. Тоже что-то китайское. Вот. Когда-то активно пользовалась чем? Черным, наверное. От теней предлагаю перейти быстро к консилерам и к, не знаю, скульптору. Корректор. Вот есть у него такой стик-корректор для лица. Форес тоже. Тут с одной стороны. Ну, как это что? Консилер якобы. Так. А с другой стороны. Корректор. Такой. Использую. Вот макияжи, которые для шортсов делала. Где у меня яркие макияжи. Неплохо вот такой использовать. Так. И есть вот такой у меня консилер. Все тоже постерлось. Не знаю. Оттенок 0,8. Ну, не знаю. Имеет значение вообще. Он достаточно темный. С оттенком я не угадала. Но зато он хорошо перекрывает. Зато он хорошо перекрывает прыщи, покраснения. Если что-то нужно перекрыть, то можно и не перекрывать. Вот. Быстренько покажу тушь. Она у меня одна, только появилась. Девчонки с Телеграма знают. Тут же, наверное, кисточку надо показать. Такая кисточка. Так. Это белорусская тушь. Белор дизайн. Приподнимающий объем. Пользуюсь. Вроде неплохая. В первый раз она у меня осыпалась очень сильно. Сейчас наношу. Даже не осыпается. Но не скажу, что приподнимающий объем. Я не заметила никакого объема. И перейдем к средствам для губ. Очень много. Очень давно у меня вот этот вот блеск. Он просто прозрачный. Его бы уже выкинуть. Наверное, срок годности вышел. Скорее всего, я его выкину. Вон тут, видите, сколько осталось. Сейчас понюхала. Запах у него не поменялся. Точно такой же какой-то легкой карамелькой пахнет. Ну, не знаю. На свой страх и риск. Он у меня лежит. Куда их ложить? Может быть, немножечко опустить уже. И так сделаем. Давайте. Так, вот сюда будем ложить. Масла для губ. Вот такие масла для губ. Это с вишенкой. Это с виноградом. Самый любимый мой. Восхитительно пахнет. Здесь вот такой вот ролик. Пахнет восхитительно. Кстати, сколько бы я не пользовалась, кажется, что он у меня убавляется. Так, этот с арбузом. Это масло. И это масло с яблоком. У меня еще было с клубникой, но я подружке подарила. Есть три вот таких карандаша. оттенки 0,6, 0,4, 0,5. Камера отвратительная. Не фокусируется. Ничего. Вот пока не нажмешь, куда нужно сфокусироваться, оно и не сфокусируется. 0,6. Вот так он выглядит. 0,4. Вот так им я чаще всего пользуюсь. И 0,5 я его вообще использовала для коррекции лица. У меня сейчас камера со вспышкой, поэтому так все блестит. Я его наносила как скульптор и сверху чем-нибудь вот таким перекрывала. вот. Но он сейчас блестит вообще не как скульптор, конечно, на камере. У меня тут рука вся уже в блесках. Ну и три моих любимчика для губ. Вот эту так я вообще обожаю. Вельвет из бьюти. Оттенка нет, к сожалению. Вот здесь был стерся. Но я обожаю. Это вот самое лучшее, наверное, что у меня есть. Это превосходный оттенок. Мне нравится очень. Я уже искала, не могу такой найти. На зоне нету. Очень жаль. Потому что я бы купила. Знала бы я, что я потом его не найду. Я бы купила несколько. И вот эти два купила недавно. Оттенок здесь даже сохранился. 806. Вот все с китайских магазинов. Это уже матовая помада. Тоже красивый хороший оттенок. Мне нравится. И вот это первый оттенок пишут. Тоже матовая. Они потом высыхают и становятся матовые. Но вот со вспышкой все такое блескучее. Ну вот. Так. Для губ у меня закончилось. Перейдем к карандашам. Это что-то как-то нигде места особо нет. Вот есть такой карандаш для бровей. Написано карандаш для бровей и хайлайтер. Второй оттенок. Ой, в ужасном состоянии. Да, конечно. Из меня бьюти-блогер так себе. Вот. Начеркала, начеркала. Ну ладно. А со второй стороны вот такой светленький каял можно подводить. подням. Так. Потом вот такой двухсторонний отнесла к карандашам, потому что вот здесь у меня была тушь для бровей. Я сюда уже воды налила, но с водой уже как-то не то. Не воды я налила, а тоник что ли. Вот. Но уже не красит. Видите, это была тушь для бровей. А вот здесь остался карандаш для бровей. Вот. Карандашиком пользуюсь и мне вы часто делаете комплименты по поводу бровей. Он уже не вкручивается и вот сколько осталось. Ну-ка продолжаем. Ну извините, ну я не бьете блогер, все грязное, черти что. Ну, не умею. Не умею. На этом моменте я уже очень распереживалась и расстроилась, что у меня получается все неправильно. И я готова была расплакаться, ведь я так хотела, чтобы это видео получилось классным и интересным. Я так старалась, а получилось все не идеально и не умело. Но, вы в телеграм меня безумно сильно поддержали, за что я вам благодарна. Вы лучшие, спасибо, дорогие, что вы есть. Вы даже не представляете, как сильно вы меня поддерживаете и какое огромное значение это для меня имеет. Я безумно сильно ценю ваше добро, понимание и принятие меня такой, какая я есть. Так. Вот такой карандаш для губ. Мне нравится, неплохой карандашик. Что тут у нас написано? Написано, что это Мак. И верит ли этой надписи? Одиннадцатый оттенок. На Азоне заказывала. Вот такой карандашик у меня есть для глаз. Чёрный просто. Так. Что написано? 41 оттенок. Кики. И вот два карандашика купила пару дней назад, показывала вам во влоге. Один у нас светло-чёрный, другой чёрный. Чёрный, скорее всего, точно такой же. Но нет, смотрите, отличается. Этот менее чёрный. Вот я просто провожу. зато здесь есть точилка. Очень удобно. И вот этот очень интересный, серый. Я надеюсь, вы меня простите за все мои ошибки, за то, что так всё неаккуратно. Я обязательно научусь, надеюсь. Хотя, может быть, это будет единственное видео в данной сфере. Поэтому не придётся больше позориться с косметикой. Так. Ну, это у меня помада для бровей. Очень хорошо я её использовала. Вот. Прямо углубление хорошее. Здесь всё стёрлось. Ничего не поймём. Ну, здесь что поймём. Помада для бровей. Люкс Визаж. Третий оттенок. Давно у меня эта помада. Ну, и последнее, что вам покажу. Тоже от Форес оказывается. Это мыло для бровей. Вот такое мыло. Обычное. Тут не видно, насколько углубление сильное, да? Ну, хорошее такое углубление. С мылом у меня лучше всего брови держатся. Никакие гели моим бровям не помогают. А вот мыло держит мои брови хорошо. Так. Ну, на этом. На этом моя декоративная косметика подошла к концу. Я надеюсь, вы меня простите. Кстати, вот, смотрите, помада засохла. И вот она матовая. Вот это. И вот это. Так. Я надеюсь, вы меня простите за мои какие-то косяки, ошибки. Это было развлекательное видео. Надеюсь, хоть чем-то оно вам понравилось. Спасибо за ваши просмотры, лайки и комментарии. И всем пока.